Украина! Освободил кто? И он сказал! Ваши каратели! Вот эти ветераны! Нет, нет, нет! Гордей! Кто освободил? Он не сказал, что он не был украинцем. А он не знает это? Он тупой? Что значит не знаю? А почему он этого не говорит? Он президент Украины. Он не знает, что советский народ... Родянская армия, я вам объясняю и перевожу какую-то Красную армию на украинскую. Ему не смог, да, так сказать? Я же не его спичрайтер, потому что президент. Я поздравляю! С днем вас! На Донбасс не поеду. Я не его спичрайтер. Вы за что-нибудь возьмите ответственность. Тогда все будет хорошо. И вот еще раз, еще раз, когда я говорю... ...четыре котла, как она может быть великой, если четыре котла и капитуляция в условии вывода поставления... Мы говорим, где величие армии, если в рамках своего якобы освобождения... Тишина, гордей! Тишина, если ваша украинская армия замолчит его заводит. Куда идёт? Демонстрирует удары по мирному населению, записывает это на мобильные телефоны и выкладывает это не в социальных сетях. А на официальном сайте Министерства обороны. Ну, кто эти люди? Ну, конечно, каратели. И ключевое. Когда ваш лицемерный президент поздравляет кого-то якобы с 77-летием освобождения нацистских захватчиков, он забывает главного. Не было Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война – это фейд! Её придумали российские пропагандисты. Так написано в вашем указе. Указ издали в СНБО. Гордеев, а Деленский что? Он проглотил. Ну, какой он президент? Ну, это не ошибка. Кто у нас является председателем СНБО? На секундочку. Президент по Конституции. Да не он всего лишь секретарь. По поводу поздравлений никто не поздравил, на самом деле. Красная война никто не вспомнил. Ни Шмыга, ни Степанчук, ни прочие товарищи. Вот вы тут цитировали генерала Павлюка, но не Виктора Павлюка, которого показывали, который командование Севера. А Александра Павлюка, который командует всей операцией объединенной войны. Он сегодня тоже цитировал. И он там проводил параллели. И рассказывал, вот так точно, как освободили нашу Украину вот тогда, 77 лет назад. Вот сейчас у нас новый агрессор, забывая о том, что того, кого он сейчас называет агрессором, это как раз и есть освободители в той войне. Красной Армии десятилетий называл. Они знаете, как классно сформулировали? Первый, второй, третий, четвертый украинские фронты освободили Украину. Вот так вот. А для украинских школьников это достаточно, чтобы понять, ну не понять, что там был какой-то Советский Союз. Что первый украинский фронт носил название Воронежский, что второй носил название Степной, Юго-Западный, Южный. И их переименовали просто, когда эти фронты дошли до территории Украины. Помните, дойдут одни старики, опять эти, украинские, ну по происхождению, с Краматорска, с Донбасса, да, Пыков. Восух-то какой, да, Украина. Вот так относились Украине, большой России под названием Советский Союз. И так же относились большой России под названием Российской империи. Здесь вот то, что происходит... Так и относятся до сих пор. Так и относятся, только нам пытаются внушить в Украине при помощи средств массовой информации о том, что москали нас любят, в том числе и подрезая цитаты, допустим, вашей Ольгой. Очень любят вас, кстати, подрезать в украинских средствах массовой информации. Иногда склеивая буквально по буквам, но у них выходит очень красиво. Значит, наверное, вы им действительно мешаете, мешаете вы их пропагандисты. Смотрят запрещенку таким образом. Сами себе запретили. Это удивительная штука, когда они разбирают украинские, да и российские СМИ, при том, что российские СМИ там в Украине запрещены. Вот Гордей говорит, надо думать о том, как не допустить войну. Гордей. А Старая Дмитриевка, ой, Старая Марьинка, это не единственное село. Я напомню, что при Петре Порошенко был такой генерал Наев. Он до сих пор в президентском уже командовал. Командовал группой ООС. Он каждый месяц отчитывался. Сегодня мы звельнялись. В тему месяце мы звельнялись. Трика-то километрия была серая зона. Трика-то, Трика-то, и доходила там до десятков километров серой зоны. Самая большая победа украинского оружия вот этого в серой зоне, это всего Катериновка. Но. Вопрос-то в том, что реакции не было ни на Катериновку, ни на серую зону. И здесь тоже реакции нет. И по рукам не бьют. Но здесь... Так они идут дальше. Конечно идут дальше. Вы говорите, там зачитывали седьмой пункт протокола. В первом же протоколе тоже прописано про летательные аппараты. И в перемирии 22 июля 2020 года тоже записано про летательные аппараты. Так он же сказал это. Не наш. Это ОБСЕ согласовало. Он вообще на ОБСЕ стрелки перевел. Это кажется ОБСЕ бомбило. Тут же... Понимаете... Кардеев... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА